Умная Памфилова распустила совсем научно-экспертный совет ЦИК за полной его бессмысленностью. Большой привет Борису Борисовичу Надеждину, сотоварищи, которые под поправки в Конституцию начали очередную истерически политическую кампанию за все свое и против всего нелюбезного их истомленным окружающей действительностью сердцам. Ну, обычный такой стиль. Путин геть, хай живе демократия без края и Кремля, не допустим проведения чего угодно, если этого хочет власть и прочее в том же духе. Помнится, летом, когда была свара из клока вокруг выбора в Мосгурдуму, та же команда смышленых потребовала отменить графологическую экспертизу, по результатам которой у симпатичных им соболей и прочих млекопитающих этого типа обнаружилось столько фальсификаций, что их к выборам не допустили. Тут механизм прост. Есть ЦИК. Его задача провести выборы с минимальными нарушениями, по поводу чего Памфилова с ее не самым мягким характером сильно переругалась с теми идиотами-чиновниками, которым до сих пор в голову не вошло, что выигрывать надо честно, в том числе из местных верхов в том же Питере. Есть люди, которые по этому поводу чем-то могут помочь. Аналитикой там, по информационной части, медийной или опытом поделиться и своим, и чужим. В конце концов, включить собственную морду лица на тему того, чтобы народ на выборы пошел, пришел и проголосовал. Неважно как, хоть сто раз против, а не сидел по домам, а потом дулся как мыш на крупу, что все не так и все сволочи, а он один в белом фраке, но гений непризнанный и забитый в конец кровавой тиранией. И есть ребята борзые и напористые, для которых все происходящее повод сыграть в очередной раз в игру Баба-Яга против. Неважно за что и против чего и кого, но чтобы шуму было много и скандала, и они бы на этом засветились и отметились. И не забыл народ, что есть у него в Мухосранске Ляпкин, в Козлодуеве Тяпкин, а в Косриловке Боря Википедия. Такая для них нормальная политическая тактика, шуметь по любому поводу и выводить из себя, чтобы проще было им чего-нибудь полезного и вкусного дать, или назначить куда, чем не обращать на них внимания. Одно и в личной жизни так у них бывает, проще дать, чем объяснить, почему не хочется. Но не со всеми прокатывает, и в данном случае с циком и помфиловой не прокатило. Но браво скажем в качестве уже бывшего члена этого самого совета, в котором много кто был. Поскольку это как с борщом, свекла, да, помидоры или томатную пасту, конечно, картошка все непременно, вода, куда же без нее, чеснок, соль, сметана на заправку. Косточка мозговая, идеально, хотя можно и вегетарианские, на любителя. Опять же капуста и всякий прочий овощ, в зависимости от пристрастий. Хоть фасоль с морковкой, хоть лавровые листы, перец с черным горошком, хоть баклажан. Но добавь туда же, даже самый маленький кусочек дерьма, и все, пропал борщ. Только выкидывайте. Тут не важно, какого это дерьмо сорта, какая у него национальность и какие партийно-политические пристрастия. Любую субстанцию изгадит и любое дело провалит, куда его ни воткни. Вот и с Надеждином в Нессе цика так получилось. Да и не только там. Такая уж у них детей русской демократии натура была, есть и будет. И ведь не один он такой. Евгений Сатановский в телеграм-канале